В 2018 году экс-участника Дома-2 Рея Самедова приговорили к трем годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. На проекте мужчина проявил себя как талантливый стилист, и оказавшись за периметром, продолжил работать со звездами. В числе его клиенток были Виктория Бонни и Дана Борисова. Последняя уже позже, в эфире пусть говорят, обвинила Самедова в том, что именно он подсадил ее на наркотики и следил за тем, чтобы запрещенные вещества всегда оказывались под рукой. На проекте Михаил пытался построить отношения с Надеждой Скороходовой. Однако после ухода из дома два влюбленные расстались. Судьба подорова сложилась не лучшим образом. В 2011 году мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и распространении наркотиков и назначили ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Михаил выйдет из тюрьмы в 2027 году. Тогда ему будет 44 года. Сергей Сичкар попал в тюрьму за продажу на черном рынке угнанных автомобилей. За решеткой парень пробыл чуть меньше трех лет, его освободили досрочно. Сейчас он заново выстраивает свою жизнь. В прошлом году, например, он открыл в родном Минске караоке клуб Купаленко. О прошлом Сергей вспоминает с сожалением. «Мне, конечно, стыдно за тот период времени. Я верил в дружбу, но получается зря. Мне не казалось криминальным то, что мы делаем, потому что я не был посвящен в суть происходящего. Ездил на машине, которую дал мне товарищ, а оказалась она в угоне. Друг написал явку с повинной, и вместе с ним взяли меня», — рассказывал он в интервью Стархиту. В 2010 году экс-участницу знаменитой телестройки Айгюн Азизову задержали при попытке продать сексуальное рабство четырех темнокожих девушек. С ними она познакомилась накануне и уговорила сесть к ней в машину. До этого Азизова договорилась с покупателями, в роли которых выступили сотрудники правоохранительных органов. По словам полицейских, к торговле людьми Айгюн привлек ее гражданский муж, уроженец Ганы, с которым она познакомилась во время обучения в РУДН. Азизовой грозил срок до 10 лет лишения свободы, однако ей удалось отделаться крупным штрафом. Кирилл Михайличенко попался на продаже несуществующих автомобилей. Схема была простая. После освобождения из колонии парень решил подзаработать. Он публиковал объявление о продаже транспортных средств по доступным ценам и просил у потенциальных покупателей предоплату в размере 50%. Обманутые люди написали заявление, в полицию, и вскоре в роли покупателей выступили сотрудники правоохранительных органов. Они его и задержали. Бывшую участницу Дома-2 Анастасию Политаеву обвинили в незаконной банковской деятельности. Согласно официальным данным, девушка вместе с подельниками два года без регистрации и лицензии предоставляла услуги по открытию и ведению счетов. За это время через прошло более 1,6 миллиарда рублей. Суд назначил Политаевой наказание в виде полутора лет колонии общего режима и штрафа размером 150 тысяч рублей.